Всех приветствую. Сегодня мы находимся вместе с Антоном и Ритой в Сцентозо парке. И будем пробовать новый вид спорта. Это вейкбординг. Я никогда еще на нем не катался. Да и Антон тоже сегодня за компанией. Так что посмотрим, что из этого получится. Надеюсь, что получится. Вообще, это лето активненькое получается. Каяки есть, сап есть, вейкбординг сейчас будет. Так, ну что? Ну что, давайте вас походкой. Все, мы переоделись, гилеты есть. Фотки не надо, просто видео. Отправляемся на старт. Я ж не вижу, как я вас снимаю. Хорошо. Нормально, меня принесло. Так как видеоматериал получилось не сильно много, попытаюсь вкратце рассказать немного про технику и вообще первый опыт вейкбординга. Инструктажа как такового не было, поэтому в первом заезде я попытался как-то устоять, но в сидячем положении, будучи практически лежа, я очень долго пытался встать над водой. Все было безрезультатно и в итоге я бросил трос и выпал на берег. Инструктор сказал, что вообще нет смысла пытаться вставать, если ты упал. Уже лучше сразу бросай трос и быстрее беги к берегу. Будучи на опыте, понял, что не нужно сильно напрягаться, когда тебя дергает трос. Достаточно просто напрячься в момент рывка и потом дать веревке больше свободы и немножко расслабиться. Первые 50 метров успешны. Ну и как-то вот уже лучше получается, даже как видите, тут и руку я одну поднимал, то есть ехал с одной рукой. В общем, с каждым разом все лучше и лучше получалось. Антон, ну как видите, в принципе, каждый раз у него что-то не очень получалось и раз 20 он упал, но он сражался до последнего. Я в принципе прошел 90 процентов трассы, не смог преодолеть только последний поворот, который идет на 90 градусов, все остальные более плавные и вот последний поворот, он меня сильно кидал и я не мог держаться. Самое, конечно, неприятное, это знаете, упасть, наверное, где-то в середине трассы, так как и до берега далеко плыть и если выпустить на остров, то и по острову долго идти. То есть лучше всего, конечно, падать либо в конце, либо в самом начале. Так и больше покатаетесь и больше эмоций получите. Антон добился успеха практически на своем последнем заезде. Он проехал даже первый поворот и где-то после первого поворота уже упал. Так, ну что, час времени на вейкборде прошел. Рита мне не сказал, у меня каска криво была одета, да? Ну класс, молодец, сейчас перефоткаешь. Ладно, в общем, час прошел успешно, я прошел даже почти 90 процентов трассы. На последнем повороте никак не мог пройти. Вот, крутое занятие. Какое-то лето у нас получилось с активными видами спорта. Каяки, сап, вейкбординг, все освоено, так что будем продолжать. Вейкбординг особенно понравился. В принципе, за час даже научился ездить, поэтому будем продолжать. Если кто-то катается, пишите, можно, в принципе, объединиться вместе, покататься. Кто-то ездит, кто-то падает, но Антон тоже сегодня молодец, проехал до второго поворота, так что все круто, все круто. Рите, спасибо за съемочку, или не спасибо, посмотрим, что она там наснимала. Ну, в любом случае, что-то наснимала, поэтому спасибо. Так, ну что, все, накатались, все довольные, все счастливые, пошли отдавать доски. А еще очень классный момент, то, что буквально через дорогу в Лацинтозе квартирка. Следующим летом можно прям вообще каждый день ходить кататься на этой доске. Были, правда, только деньги. Довольствие, в принципе, не сильно дешевое. Получается один час с инвентарем в плане доски, жилета и каски. Получается 320 гривен, правильно? 330. 330 гривен за час. Последующие часы пока не знаю, так как катался всего час. Но оно того стоит. Всем рекомендую. Очень классно. Спасибо, что подвез резину. Да-да-да, заехал я переобуться на формулу. Ой, не знаю, сейчас что из этого получится, но надеюсь, все пройдет успешно. Никто не хочет браться. Да, никто не хочет браться за эти колеса, но здесь я их обувал, здесь сделали все отлично, поэтому надеюсь, все в этот раз получится так же. Вот такие были. 255.35, пилот 100. За полтора года на наших дорогах диски вообще чуть-чуть не погнулись, состояние отличное, поэтому Japan Racing спасибо за отличную модель, качеством доволен. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ох! Вот так вот жирненько у нас теперь это все смотрится. Чувствую надпись Мишелин скоро притрется. Домик уже получился не такой сильный, как на прошлой резине, но ничего. Так даже может лучше, красивее выглядит. Сейчас проедемся, посмотрим, как получилось по ощущениям. Новая резина, это все-таки всегда приятно. Вот эти колеса на этом профиле, на вот таком вот профиле, они целые, они не погнутые, они в отличном состоянии. И посмотрите, кстати, нет ни одного практически скола. Да, резина сейчас еще грязная после, ну вот есть небольшой скольчик, да. А так, в принципе, диски практически как новые. За полтора года с вот таким вот вылетом это очень даже неплохо. Резина супер, я доволен. Несмотря на то, что это рамфеты, но они довольно мягенькие и ехать на них комфортнее, чем мои прошлые рамфеты от Bridgestone. Но они, правда, дубовые были, блушка, эти вообще как нульц. Так что качеством я доволен, буду катать. Надеюсь, тысяч на десять с моим развалом и хватит. А мне кажется, работает, даже крутится. Кстати, прикольный ракурс для записи видео. Чего я так раньше не записывал, я даже не знаю. Всем спасибо, кто досмотрел это видео до конца. Всем пока. Пробовать такой новый вид спорта, как вейкбординг. Смотри, смотри сейчас. Не знаю, никогда в жизни не катался. Рита там что-то отвлекает, пока я записываю. Да, он там прыгает. В общем, сейчас будем первый раз пробовать с Антоном. Тима, смотри. Рит, я записываю видео, ты говоришь, смотри. Да, круто, круто, круто. В общем, сейчас первый раз в жизни буду пробовать кататься на этой доске по воде. Видел? У него вот эта ручка за борт зацепилась и его вытянуло. Блин, я не могу записать видео, это просто капец. Давай, мы не будем.